Про то, как банят статьи и целые каналы на Яндекс.Дзен мы все прекрасно знаем. Вам приходит письмо, вернее даже сперва не приходит письмо, а вы обнаруживаете, что на канале не крутится больше реклама, что на канале нет больше просмотров, удивляетесь, пишете в поддержку и только потом вам приходит письмо, где говорят «Извините, алгоритм так решил, ничего не можем поделать, где-то вы нарушаете правила, ищите сами». В общем, вот такой подход у нас повсеместно на Яндекс.Дзен. Ищи сам, делай сам, сам виноват, в общем, разбирайся. Но, как дела обстоят на пульсе? Сегодня мы об этом и поговорим. На пульсе, который от Mail. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится», и мы начинаем. В общем-то, понятно, почему я сравниваю эти две площадки, ну потому что они конкуренты. Скажем так, в формате статей Яндекс.Дзен и пульс от Mail это единственные площадки, которые я знаю, на которых можно более-менее нормально зарабатывать, на которых можно более-менее без какой-то подготовки начать писать и выкладывать свои статьи, свои материалы, вести блоги. Можно было, конечно, привести сюда еще и YouTube, но YouTube это видеоформат. Плюс в YouTube никогда не достучишься до технической поддержки. Чем хороши Яндекс.Дзен и пульс от Mail, там всегда можно написать техническую поддержку, и тебе либо помогут, либо помогут в кавычках. Под помогут в кавычках я как раз и подразумеваю вот это, вот разбирайтесь сами. Пульс от Mail в свое время говорил, что у них не будет таких ситуаций, когда они скажут «Извините, так решил алгоритм, мы ничем не можем помочь». В Яндекс.Дзен это, к сожалению, повсеместно, хотя сейчас ситуация более-менее изменилась, и там, по крайней мере, можно в предупреждениях посмотреть, за что ограничена твоя статья. Но это распространяется только на те каналы, у которых подключена монетизация. У тех, у которых нет монетизации, ищи сам. То ли у тебя каналы статьи не крутятся, потому что он новый, то ли у тебя каналы статьи не крутятся, потому что они забанены. То есть, постоянно приходится писать техническую поддержку, плюс нужно это делать самому. То есть, смотреть, все ли хорошо. На пульсе от Mail тебе пишут сами. Если ты что-то нарушаешь, тебе со временем придет письмо, в котором скажут «Извините, вот тут, вот тут, вот тут, вы нарушили». В этом плане пульс, конечно, молодец. Другое дело, что и у пульса, и у мейла есть свои, скажем так, нюансы, есть свои пункты, по которым они придираются. Скажем, на пульсе это какие-то дневниковые записи. Дневниковые записи там запрещены, там запрещен контент об оружии. На Дзене наоборот, можно сколько угодно писать дневниковые записи, плюс они там очень хорошо котируются и считаются уникальным контентом. И контент об оружии там спокойно можно размещать. Зато там есть другой пункт, который называется «Локальные события», за который тоже ограничивают статьи. В общем, это я к тому, что есть свои нюансы, что на этой площадке, что на этой площадке. И перед тем, как там или там писать, следует изучить правила, чтобы вас не забанили. Но мы сегодня говорим немного о другом, о том, что будет, если все-таки вы правила эти нарушаете. И там, и там это могут заметить не сразу. То есть вы можете вести канал, вы можете выкладывать одну за другой статьи, которые нарушают, но со временем бам, и приходят ограничения. Как это происходит на Дзене, мы с вами разобрали. То есть просто пропадает монетизация, пропадает реклама, и все. И пиши в поддержку, выясняй, разбирайся, удаляй статьи, не знаю какие. На пульсе немножко по-другому. На пульсе они сами пишут на почту. Вот что главное, на пульсе, да, приходит письмо, и говорят, извините, кажется, вы нарушаете правила. Посмотрите и, пожалуйста, исправьте. И дают какое-то время. То есть монетизация не снимается, канал спокойно себе крутится, но тебе дают ограниченное время, чтобы исправить ошибки. И приводят примеры, что вот здесь вот ты нарушил, посмотри вот эти вот статьи. То есть действительно, как они и обещали, нет такого, так решил алгоритм. Тебе указывают на конкретно твои ошибки. Если ты к этому времени не исправляешься, тебе приходит другое письмо. Ну вот как пример. У меня есть подписчик, у которого пришли такие письма, и после того, как указанный срок вышел, ему пришло еще одно письмо. Вот что ему написали. Мы еще раз внимательно ознакомились с материалами в вашем блоге, возвращаемся с более подробной обратной связью. Тут дальше идет, мы стремимся к тому, чтобы Пульс был платформой, на которой читатели получают интересный и полезный контент. Это все понятно. Материалы, которые носят противоположный характер, мы не рекомендуем к публикации. В частности, материалы, транслирующие субъективные высказывания или мнения в токсичной или ругательной форме запрещены правилами комьюнити Пульса. В этом, 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 но то есть они раз, два, три, четыре, пять, пять материалов указали, и в многих других текстах вы категорически высказываете свое мнение. Статьи построены на субъективной критике. Это выглядит токсично и может оттолкнуть читателей. Мы ценим публикации, в которых автор аргументированно выражает свое мнение и эмоции, при этом создает полезный контент для широкой аудитории. Они зацикливаются исключительно на критике. То есть пять материалов ему указали, где он высказывает свое мнение категорично и токсично. По мнению Пульса, опять же, я не утверждаю, что это именно так. Ну, насколько он мне сказал, потому что я не видел, что там за материалы. Он действительно там в контенте критиковал какие-то города, критиковал какие-то неточности. Не все материалы у него такие, просто некоторые статьи, которые Пульс увидел. Что еще? Также правилами Пульса запрещены дневниковые записи. Статьи, которые построены исключительно на описании вашего личного опыта и ваших эмоций не несут ценности для читателей. Пока с таким форматом контента мы не работаем. Мы обнаружили несколько статей в вашем блоге в запрещенном жанре. Здесь, 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 здесь и многих других. Ну, то есть здесь уже шесть статей целых указали. Помимо этого, мы обратили внимание, что в ваших текстах есть кликбейтные заголовки, как здесь. Один кликбейтный заголовок указали. Вы выносите субъективное и негативное мнение в заголовках. Это может создать ложные ожидания у пользователей. Кликбейтные заголовки запрещены правилами платформы. К тому же в текстах встречаются ошибки и опечатки, в том числе несогласованные словосочетания и части предложений. Такие статьи могут быть затруднительны для восприятия читателями. Вот так. Многие, конечно, сейчас скажут, что пульс придирается. Но в целом пульс придирается не больше, чем Яндекс.Дзен, который вот может сказать вам, что вот это у вас шок-контент. Хотя там ничего такого страшного не было. Вот это вот трагический контент. Ну, то есть в плане развернутого ответа пульс идет, конечно, впереди. Он тебе объясняет, какие у тебя заголовки, какие статьи, какие ошибки повлекли за собой какие-то ограничения. Плюс не ограничивает сразу. А сперва предупреждает, дает время исправить. Потом ты, если все не исправляешь, то только после этого на канал накладываются какие-то ограничения. Да и то. Вот после того, как наложили на него вот эти ограничения, ему дали время, чтобы все исправить. По сути, да, он будет исправлять. Не знаю, получится у него или нет. Но в плане развернутого ответа, повторюсь, пульс намного лучше делает, чем Яндекс.Дзен. По поводу придирается, ну как бы что, дневниковые записи запрещены. Но это и было прописано в правилах, что личный субъективный опыт нельзя высказывать. Статьи должны быть полезны всем читателям. Единственный, конечно, спорный момент по поводу высказывания мнения в токсичной форме. С одной стороны, конечно, может быть, нельзя допускать, чтобы весь канал был посвящен какой-то токсичной тематике, ругал, критиковал и говорил, что все плохо. С другой стороны, здоровая доля критики, здоровая доля того, что вот здесь вот неправильно было и можно было сделать вот так вот так. Это в плане там путешествий каких-то городов, показать, что вот это вот не очень было. Можно вот так изменить. Это, как бы я считаю, нормально. Я, к сожалению, не видел, что там за статьи и не могу однозначно сказать, прав ли здесь пульс. Если у меня будет возможность ознакомиться с материалами, я, конечно, ознакомлюсь и выскажу свое субъективное мнение. Опять же, субъективное, потому что я могу считать так, вы можете считать по-другому, автор может считать по-третьему, а пульс по-четвертому. Ну, это нормально. Но нужно понимать, что правила устанавливает все равно площадка. Будь то хоть пульс, будь то хоть дзен. И нам придется с этими правилами мириться и пытаться писать по этим правилам. Ну и тут мне еще одно письмо пришло, уже на мою личную почту. В нем тоже указано, за что можно получить ограничения. Эти ограничения связаны с финансами. То есть, после того, как на кошелек приходит выплата, ты должен прикрепить и отправить им чек. Это актуально только для самозанятых. Для тех, кто ИП, я не знаю, как там все работает. Насколько я знаю, там нужно собирать много документов. Ну так вот, могу сказать только для самозанятых. Нужно прикрепить чек в 5 календарных дней после выплаты. Если этого не происходит, то на канал тоже временно накладываются ограничения. Насчет временно-невременно я не знаю, проверять не хочу. Пойду лучше прикреплю сейчас чек, потому что мне как раз вот в данный момент это письмо пришло. Скажем так, там указана формулировка, работа канала будет приостановлена. И мне не хочется проверять, что это значит. Кстати, небольшой пасскриптум. Я тут в письме от Пульса прочитал интересную деталь. Не знаю, значит ли она что-то или не значит. Но тем не менее, они же написали, пока с таким форматом контента мы не работаем. И меня немного смущает фраза пока. Ну то есть, возможно, в скором времени они начнут работать с таким форматом контента. Ну то есть, о чем это? О том, что дневниковые записи, которые сейчас запрещены, в последующем будут как-то вот разрешены там. Не знаю. Может быть, это просто менеджер технической поддержки так написал, сформулировал. Может быть, это вообще ничего не значит. А может, что-то и значит. Посмотрим, как оно будет. Но пока на данный момент правила вот такие. Дзен нам пишет в общих чертах, что так решил алгоритм. Пульс пытается разобрать и объяснить, где у нас были ошибки. Кто из них придирается, кто не придирается. Это уж каждый автор субъективно решит сам. Кому-то нравятся правила здесь, кому-то не нравятся правила здесь. Кто-то считает, что здесь более справедливая площадка. Кто-то считает, что здесь более справедливая площадка. Но в плане вот общения, в плане того, как переписывается поддержка, мне, конечно, с пульсом проще немного работать. Вот. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока.